Радио Болтком 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 Это очень много. Да, но это очень много. Конечно, это такие необработанные пищевые продукты, это зерно, по поводу рода. Так что не всегда это идет один к одному, конечно, в наши цены. Но, конечно, это давление на цены и у нас, конечно, создает довольно большое. Да, вот вы упомянули там 30% рост. Это связано все-таки, ну, как причина пандемии, а то есть повысился вообще спрос на продукты питания? Ну, тут очень-очень много факторов. Некоторые связаны с собой, некоторые независимы. То есть если мы смотрим на пищевые продукты, там большой фактор – это природные условия и урожай. Скажем так, в больших регионах, где выращиваются пищевые продукты, в многих был не очень хороший год, и там такие условия нехорошие. Ну, конечно, влияет и, например, та же ценная нефть, так как и пищевые продукты, и один из факторов, который входит в цену – это нефть, это удобрение. Ну, и, конечно, нефтьевые продукты, когда соперничают с пищевыми продуктами, ну, тоже производство каких-то био... биотоплива. Так что там есть и такой фактор, который связывает пищевые продукты с ценой на нефть. Так что, ну, мы видим, что у многих из этих ресурсов… Там есть и факторы, какие уникальные для каждого ресурса, но есть такие связанные, они между собой все-таки связаны в какой-то мере, и большой спрос – один из факторов, ну, он на пищевых продуктах, я бы не сказал, что это самый главный, это более влияет на металлы, на деревья, ну, такого рода ресурсов. Там, да, после ковидного кризиса мы видим, что спрос на товаров вообще в мировой экономике, особенно в США и, ну, тоже в Европе, повысился, так как услуги недоступны, государство с поддержкой центральных банков за счет больших бюджетных дефицитов поддерживает доход населения, доход людям. То есть денег, если мы можем так сказать, становится больше. И, конечно, этот спрос, он идет в сторону товаров, ну, и там создается как недостатки материалов, так и узкие места в логистике, и поэтому и этот прирост на транспортные цены. Ну, там уже идет как бы такая цепочная реакция. Да. Вот по поводу вот этой реакции, вот мы, я думаю, все обратили внимание на рост цен на стройматериалы, и с этим столкнулись не только крупные строительные компании, и даже люди обычные, которые хотят сделать ремонт в своей квартире, они видят, что все стройматериалы подорожали, и это, наверное, ударит по всем контрактам и по закупкам. Как долго этот может продолжаться? Есть хоть какие-то прогнозы? Ну, очень трудно сказать, если мы смотрим на цены на деревья, например, то в США там уже с второй половины мая довольно сильно цены упали. Насколько я понимаю, в Европе это еще как бы не настолько ощущается. Ну, конечно, опять же, спрос после Кольского кризиса. Везде люди сели в дом, то есть все хотят его немного улучшить. Кто хочет дом купить. Спрос повысился, да. Да, кто хочет дом построить. И что мы, конечно, видим со стороны государства. Не только у нас, но, в принципе, везде есть такая желание стимулировать экономическую активность. И там тоже идут инвестиции в строительство. Так что это повысил спрос. И если мы так думаем о экономике, о экономических циклах, то всегда, когда есть такой упадок экономического цикла, то строительство, инвестиции, потребление долгосрочных товаров, ну, как морозильник. Понятно, да, естественно. Ты же их не покупаешь каждый месяц. Да, да, они всегда падают. То есть если есть ресессы, если есть упадок в экономике, то потребление таких товаров, оно всегда падает. И если мы смотрим на прошлый год, то, конечно, и торговщики, и производители так и отреагировали на этот кризис. Уже как бы снизили уровень запасов, снизили производство. А тут во второй половине прошлого года не только этот спрос вернулся, но он стал еще больше, чем он был до этого. И поэтому начали появляться какие-то своего рода дефициты в некоторых сегментах. Ну и, конечно, кризис ковида, то, что он где-то появляется в каких-то регионах, там, например, на неделю-две, сейчас в августе закрыли второй повеличение порт Китая из-за нескольких случаев ковида, заболевания с ковидом. То есть, локальный сбой, либо это в логистике, либо это в производстве, где какой-то локдаун делается, он, конечно, эту цепочку еще больше натигает, и поэтому начинается такое родное заторможение, какие-то пробки. И, конечно, это все уже потом влияет на цены. Вам все это право, потому что, как говорят даже дилеры, автодилеры по продаже автомобилей, даже премиум-класса, что люди, которые уже заплатили вперед, чтобы заказать себе машину, они вынуждены ждать по полгода и больше. Именно, возможно, из-за этих, то, что разорвались эти логистические цепи, нет поставок комплектующих из Китая, и уже даже дорогие машины иногда бывают недоступны. Да, однозначно. Опять с автомобилями самый узкий пункт – это микропроцессоры, так как сейчас везде компьютеры во всех изделиях, то есть микропроцессоры, и спрос на всякого рода электронику в после-ковидском мире очень сильно прирост. Люди дома покупают либо телевизор, либо телефоны, либо какие-то компьютеры, средства развлечения. Поэтому, да, спрос большой, и, конечно, у машин тоже все больше и больше компьютеров в части и там ставится. Ну и, конечно, на данный день производство не успевает за спросом, и вот случается такая. Ну и, конечно, если мы смотрим со стороны потребителя, то можно понять, если мы видим какую-то инфляцию, есть опасения, что эта инфляция как бы может и продолжаться, может быть повыше. Если у человека есть какие-то средства накопленные, он думает, что с ними делать, либо где-то инвестирует. И тут мы видим, например, прирост цен на недвижимость, не только за Ригой, но сейчас уже в Риге он наблюдается. Ну и второе, какое-то потребление. То есть, ну, можно купить телефон, ну, у кого средства больше, то может решается автомобиль купить. Опять же, вот этот спрос, он может даже такой, какого бы не было, если бы не было вот этого Крыльевского кризиса, если бы не было таких опасений об инфляции. Да, вот что касается инфляции, если мы вот поговорим о простых жителях Латвии, какова вообще реакция людей должна быть или происходит, когда вот такая инфляция? Кто-то говорит о том, что это самое подходящее время, не знаю, взять кредит, там, не знаю, ипотеку, вот, может быть, поэтому частично цены на жилье начали расти, и другие говорят, что надо потратить деньги, потому что инфляция все равно не имеет смысла их откладывать. Кто-то говорит о том, что все равно лучше положить в банк. Какие вообще тенденции? И как обычно люди реагируют психологически на инфляцию? Ну, тут у каждого... Своё, да. Своё основание. Конечно, мы видим, что есть прирост, тоже смотрим на выдачную гипотеку, да, в этом году это сильно приросло, со стороны банка, то есть люди, да, чаще покупают. Но я думаю, тут не только из-за инфляции, я думаю, тут и были такие психологические обосения о каком-то возможном упадке цен вот до этого ковидского кризиса, то есть люди все еще опасались того, что происходило в седьмом-восьмом году, и как бы очень-очень осторожно смотрели на покупку недвижимости. То есть этот кризис, он может как-то этот, ну, такой перелом психологии сделал, что люди же как бы меньше боятся вот того опыта, уже смотришь, что да, вот сейчас кризис какой-то был, но там ничего не случилось, цены не упали, так что можно смело покупать. Конечно, держать большие деньги в банке, ну, наличным, это деньги теряют свою ценность, то есть по возможности их нужно инвестировать. Ну, я бы сказал тоже со стороны экономистов, вот инфляция на данный момент, мы понимаем, что там очень много факторов из-за того, что просто производство не успевает за спросом. И в какой-то момент, конечно, этот баланс восстанавливается, и, ну, все-таки все еще, ну, такой консенсус экономистов, не только в Латвии, но я бы сказал в глобальном мере, что, ну, этот такой момент инфляции, он не будет продолжаться очень долго, то есть темп, да, он сейчас повышается, но, опять же, через какое-то время темп инфляции нормализуется, так что, ну, я не думаю, что мы тут можем говорить, что вот инфляция, вот как, в этом году цены растут, потом в следующем, потом в следующем, в следующем, что они будут продолжать расти каждый год. Так что, ну, тоже со стороны инвесторов, со стороны экономистов более все-таки только как взгляд, что данный момент инфляции, он, ну, временный, временный, и, ну, уже в следующем году ожидается падок темп инфляции. Да, вот что касается вообще экономики, вот постпандемийной, если так можно сказать, хотя, как мы видим, пандемия не закончилась, можно ли, в принципе, констатировать, что экономика Латвии, ну, постепенно выходит из последствий тех ограничений, которые были на протяжении, вот, ну, прошлого года и этого года, по крайней мере, вот начиная с прошлой осени? Ну, полностью еще однозначно нет. Если мы смотрим на общий ВВП, то, да, в втором квартале этого года мы уже достигли того уровня, который был до Коицкого кризиса, то есть общий размер латвийской экономики уже превышает этот уровень. Многие отрасли уже далеко за этим уровнем, например, та же промышленность, есть прирост, та же торговля, есть прирост по сравнению с тем уровнем, который был до Коицкого кризиса, но все еще есть в отрасли, там, рестораны, гостиницы, развлечения, услуги и всякого рода развлечений, где мы увидим, что уровень прошлого, уровень еще, ну, какое-то время не будем достигать. Так что, да, если в целом говорить, тогда ситуация, она довольно хорошая, и безработица, по последним данным, официальная зарегистрированная безработица 6,5 процента, это почти тот же уровень, который был до Коицкого кризиса. Но экономики, самой экономики, очень много перемен, произошло, есть отрасли, где еще, ну, уже большой кризис, в других отраслях, как бы, Коицкий создал возможности, и та же отдаленная торговля, промышленность в многих местах очень хорошо воспользуется вот этим глобальным спросом, который сейчас очень-очень, ну, такой хороший. Так что, очень много перемен, очень много перемен, и, ну, я думаю, мы все еще не понимаем в полной мере ту экономическую структуру, которая будет уже после Коицкого кризиса, будут ли приходить люди в офис, то есть нужно ли их там кормить, ну, за хорошее вопрос еще не ответили, на мой взгляд. Да, вот все-таки говоря об ограничении, сейчас все вот размышляют, будут ли ограничения, какие они будут, потому что мы видим, что заболевание растет, очевидно, что третья волна не обойдет и Латвию тоже. Вот есть у вас такое ощущение, что правительство осознает, что еще один, ну, слово локдаун здесь неуместно, поскольку у нас такого локдауна, вот как было во многих странах Европы, не было, но еще одни жесткие ограничения, ну, бизнесу будет очень сложно пережить, и главное, что это очередные расходы из бюджета или за счет там внешних заимствований. Ну, я думаю, да, если, в мой прогноз, какие-то ограничения будут, где мы тут тенденции, особенно в больницах, все-таки там, ну, возможности довольно ограничены, и число заболевших, которые находятся в больницах, растут, и это будет создавать проблемы, я уже думаю, в ближайшие недели. Я думаю, самый большой вопрос, ну, на который очень сложно дать ответ, обойдемся мы только ограничениями для тех людей, которые не вакцинированы или не переболели уже ковидом, то есть можем сбросить этот темп только такими ограничениями, или все-таки, ну, будут необходимы более широкие ограничения. Тут мы видим, что в странах, где уровень вакцинации, особенно среди старшего поколения, там уже приблизляется к 100%, что, да, люди продолжают болеть ковидом, но больниц уже не настолько загружает, и сколько людей умирает, там тоже намного меньше, и как бы уже с этим вирусом можем жить, но для нас эта ситуация совершенно не достигнута, так что я думаю, в ближайшие месяцы, да, наверное, каких-то более больших ограничений мы можем ожидать, но я думаю, пока что правительство не очень решило между собой, какие эти ограничения будут, и насколько будут касаться не только тех людей, которые не вакцинированы и не переболели, или все-таки в какой-то момент нам нужно думать более, ну, скажем так, таких ограничений, которые касаются уже всех. Да, вот помните, в прошлом году, или даже, точнее, в начале этого, правительство Латвии критиковали за то, что она вот во время первой волны, ну, недостаточно помогала бизнесу, мы помним, что вот эти пособия по-простою были, ну, очень скромные, я так мягко говорю, да, потом правительство сделало определенные выводы, мы помним, что были и субсидии на зарплату, там, 50%, и гранты, и сами пособия по-простою были больше, и разные другие вот виды поддержки, там, экспортные гарантии, все было вроде бы задействовано, и с одной стороны, может быть, это правильно, с другой стороны, мы видим, что долг растет, да, мы приблизились к этой вот границе, 50% от ВВП, где вот этот баланс, с одной стороны, вроде бы и надо бизнесу помогать, а с другой стороны, сколько мы можем вот набирать, жить в долг? Ну, да, я думаю, тут на уровень нашего долгого такое, что все-таки нам... Терпимо, да, еще? Да, в первую очередь нужно думать о поддержке экономики, так как 50%, конечно, это много, но в то же время мы государство с одним из самых низких долгов в Европейском Союзе, и, конечно, из-за, скажем, такой большой поддержки Европейского Центрального Банка дополнительный заим в Латвии на данный день почти ничего не стоит. Например, в июне государство на казна выпустило 500 миллионов долга на 7 лет, мне кажется, 0% в год. То есть, ну, дополнительный долг, который мы набираем на данный момент, не стоит ничего. Конечно, это создает, ну, он остается и может создавать какие-то риски, идя вперед. Но я думаю, это самый сложный вопрос, что в этой зимой, если мы думаем о ограничениях, то реально ситуация, что мы будем с этими ограничениями, одна из нескольких стран только в Европе, то есть другие страны не будут нуждаться в этих ограничениях, это, конечно, уже негативно влияет на какую-то конкурентную способность. Ну, и если мы смотрим, как реально поддержать, то, конечно, если есть какие-то большие ограничения на небольшое время, то там довольно легко поддержать, мы уже есть инструменты. Но если жить в таком каком-то режиме, что отрасли могут работать, но могут работать только с половиной населения, которое там вакцинировано или переболело, то, конечно, это влияет на бизнес, это негативно влияет на бизнес. Но как в такой ситуации поддержать и как-то дополнительно стимулировать, ну, там, я думаю, у нас тоже таких ответов нет. Так что я думаю, что я опасаюсь, что мы будем жить с такими какими-то частными ограничениями, а там уже со своим государством более сложно поддержать. Да, вот мы знаем, что сейчас нам доступны средства из фонда стабилизации и здравления экономики, или как кто-то его называет, такой антипандемийный фонд, 1,9 миллиардов. Ну, если спросить бизнесмена, он, естественно, скажет, что деньги должны делать деньги. Да, вот мы получили эти фонды, мы должны сделать так, чтобы, не знаю, создать какие-то продукты, потом это продать на внешних рынках, получить прибыль. Есть ли какая-то, не знаю, уверенность и прогнозы, что так и будет? Потому что очень много вот позиций, которые мы видим, как собираются распределять эти деньги, там, не знаю, там поддержка министерствам, вот эта нейтральность климата, такой очень, не очень понятная большинству жителей Латвии, такая вот формулировка. Как вы бы это прокомментировали? Ну, тут, конечно, инвестиции не все, все-таки в большинстве пойдут либо в государственный сектор, либо на какие-то такие общие цели Европейского Союза, то есть зеленое направление, дигитальные вещи, там, разработки каких-то систем. И тут, ну, я думаю, если мы смотрим на сам план, конечно, он такой, ну, фрагментарный, то есть распределили деньги по министериям, и, ну, там, и качество проектов, я думаю, очень отличается. Но есть, конечно, хорошие вещи, там, например, даже если мы смотрим на зеленое направление, я думаю, утопление, или реновация жилого фонда, то это, конечно, однозначно хорошо, мы снижаем наш импорт, улучшаем наш торговый баланс, и в то же время улучшаем качество нашей жиловой инфраструктуры, что приятно. Но есть, например, направление, если мы берем направление на сферу дигитализации, то есть мы знаем, что у нас слабое место, это не то, что у нас инфраструктура плохая, но то, что люди либо не пользуются, либо не имеют нужных знаний, не нужных навыков. Тоже электронная подпись, да. Да, да, да. Тут мы видим, что прошлые, скажем, 10-15 лет есть хорошие примеры, я думаю, разработки всяких систем, например, тоже госслужбы, там, доходов, ЭДС-система работает хорошо, но в то же время мы видим ЭВС-либо. Но там очень-очень сложно шло. Так что там деньги даются в такие направления, что если их хорошо вложить, то там результат может быть очень хороший, но результат будет зависеть от того, как мы будем это вложить, как реально будут реализироваться проекты. Так что там очень трудно дать вот такую оценку, что это как бы направление хорошее, направление нужное, но как мы будем ими воспользоваться, ну, тут еще, я думаю, очень-очень много неясного. Но, конечно, там в других направлениях, либо это здравоохранение, либо это борьба с дневной экономикой, либо это... Есть там и программы для предпринимателей, особенно в сфере дигитализации, и, мне кажется, тоже в сфере энергоэффективности. То есть, конечно, это все нужные вещи. Опять же, эффект от этого будет зависеть от того, какие реально проекты будут, скажем, реализированы, и как хорошо они будут реализироваться. Так что там, я думаю, это оценка на такие правильные направления, но там еще много вопросов. Да, но вот мы помним, что премьер провозгласил такую вот концепцию, такую веду реиндустриализации. Правда, мы не видим конкретного плана, как эта мудрая реиндустриализация будет происходить. Тем более, что, наверное, у правительства не так много механизмов. Само правительство никакие заводы и фабрики не открывает, как мы понимаем. Деньги в них не вкладывает. Это все частная инициатива, частный бизнес, инвесторы. Да, мне очень трудно комментировать эту инициативу. Я не очень понимаю, что под ней подразумевается, как это отличается от простой реиндустриализации, которую мы пробовали до этого. Но я думаю, вы уже хорошо сказали, что, в принципе, вот таких прямых инструментов управительства очень мало. Я думаю, что Латвию, если мы смотрим, хорошо по привлечению инвестиций по стимулированию развития промышленности работают некоторые самоуправления. Алепа, Ялгова, Валмера. Есть самоуправление, есть места, где это хорошо работает, где самоуправление очень хорошо работает с предпринимателями, и это развивается. Но как это перенести на какой-то государственный уровень с основными министерствами, мне кажется, это очень-очень сложно. Я думаю, тут более это такой, ну, рекламный слоган, такая, ну, больше, чем реально какая-то новая подходка к этим вопросам. Если мы смотрим по тем факторам, которые двигают наше развитие, нашей промышленности, это все-таки основное, в основном, это мировой спрос на мировых рынках. Если мировая торговая растет, если есть спрос, то мы видим, что и наши предприниматели находят возможности и развиваются, и растут вместе с таким же темпом, как Литва, как Эстония. Ну, только при том учете, что у нас, по сравнению с Литвой, с Эстонией, промышленная база меньше. То есть, ну, как бы, общая выгода экономики от этого роста, конечно, немного меньше, потому что у нас просто промышленная база меньше. Да, если мы говорим, ну, до сих пор, как бы, вакцинация, она такая была, я бы сказал, медицинско-политическим проектом, да, вот, людей, так сказать, сначала побуждали, потом говорили, что вы не будете вакцинироваться, у вас будут те или иные сложности и проблемы, ну, то есть, действовали не столько кнутом, сколько пряником. Мы помним, что попытка принять вот этот законопроект о лотарее, потом был отозван, но мы знаем, что некоторые страны уже пошли к тому, ну, понимая, видимо, человеческую сущность, с психологию, что надо стимулировать, да, то есть, какие-то финансовые бонусы, они напрашиваются. Вот на ваш взгляд, я не хочу ни в коем случае вас в политику толкать, но вот экономические стимулы, финансовые, они бы сейчас помогли, если бы люди знали, там, не знаю, особенно наши сеньоры уважаемые, что если они получат какие-то там финансовые бонусы, я не имею в виду, там, не знаю, прямо вторую пенсию, да, но хоть какие-то финансовые бонусы, там, не знаю, какой-то там льготы на медицинское обслуживание, если они привьются, может быть, это как-то бы способствовало вот эти финансовые, экономические стимулы? Может быть, в какой-то мере, но я бы в этом сомневался, что, смотря на, например, других стран, которые что-то такое пробовали, там, скажем так, результаты не очень-очень такие впечатлительные, я думаю, если мы смотрим на нашу вакцинацию, то, конечно, вопрос, как снять этот, такой, деполитизировать, этот вопрос у нас очень много по такой политической линии пошел он, ну, а второй, если мы смотрим на разные группы, то мы видим, что очень-очень низкий уровень вакцинации, это среди людей выше 80 лет, и тут я не думаю, что какая-то лотерея или возможность путешествовать или даже торговый центр, доступ к торговым центрам будет работать, это больше индивидуальная работа, индивидуально с ними говорить, предлагать, я думаю, вакцинацию дома, приезжать, так как, ну, людям более сложно куда-то передвигаться, и я думаю, тут очень много такого рода работы, так как у нас, если мы смотрим, люди 18-20 лет более вакцинированы, чем люди 85-90 лет, и, конечно, риск попасть в больницу, у старого поколения намного, намного выше, я думаю, тут очень-очень много еще работы, так как до этого мы все-таки как-то пытались, ну, такую общую рекламу, и чтобы люди сами приходились, сами этим интересовались, но, я думаю, особенно старому поколению все-таки нужно более-таки индивидуальные подходы, более упрямо говорить, и пытаться говорить, и предлагать возможность это как-то более легко сделать, я думаю, тут еще очень-очень много, что мы, наверное, не сделали, тут мы очень отстаем от других стран, особенно вот в покрытии вакцинации более старых людей. Да, я помню, что банк Цитода во предыдущие годы, может быть, до пандемии больше, делал такой индекс вообще ощущений предпринимателей, чего они ждут, улучшения, какого-то застоя, рецессии, что вообще сейчас, есть такое ощущение у предпринимателей, что, ну, все-таки самое тяжелое позади, да, пандемия еще продолжается, но вот такой вот затор в экономике уже больше не будет, коллупса, и уже можно начинать активизироваться, закупать оборудование, смотреть, как вот диверсифицировать, не знаю, свой бизнес, к примеру, не знаю, большую услуг предоставлять там виртуально и так далее. Ну, скажем так, если мы смотрим по интересу к инвестициям, то да, там есть какая-то, ну, скажем так, более активная, особенно потому, что на мировых рынках спрос есть, как бы, предприятия интересуются, ну, конечно, сейчас уже мы видим, что один фактор, это прирост строительственных цен, которые уже негативно влияют, так просто, ну, настолько быстро растет, что все-таки люди думают, нужно ли реализировать, нужно ли делать сейчас, ну, такой общий, я бы сказал, сейчас очень-очень отличается между отраслями, я уже говорил, есть отрасли, которые чувствуются очень хорошо, где довольно-таки стремительное развитие, есть отрасли, которых уже еще, их работа очень сильно ограничена, и поэтому, ну, такая, такую одну, одну оценку, я думаю, на данный день дать очень сложно, но, конечно, есть еще большая неясность по поводу того, что, как будет выглядеть эта зима, что у нас еще ожидает в ближайшие месяцы, тут, ну, понимаем, что еще очень много чего неясного. А вот перегрев в строительной сфере действительно нам угрожает? Сейчас мы знаем, что прямо дискуссии проводятся в комиссиях Сейма о каком-то перегреве в строительной отрасли. Ну, перегрев в таком плане, как там, восьмой, девятый, седьмой, восьмой год, я не думаю. Конечно, есть стремительный прирост цен на строительные материалы, но тут, я думаю, в основном, это все-таки внешние, мировые факторы, это меньше наши внутренние факторы. Но, конечно, если мы смотрим в строительство, то там никакого большого укладка в 2020 году не было, может, в каких-то сегментах, например, строительство офисов или что-то такого, ну, где там сейчас активность поменьше, но строительство жилого фонда продолжается, инвестиции со стороны государства, дорог, другие, другие виды инфраструктуры продолжаются. Так что такого, ну, упадка спроса там не было. Я думаю, ну, просто на высоком уровне уже работаем. И, конечно, самый такой полезный фактор, как мы будем освоивать все инвестиции, которые будут поступать в Латвию в ближайшие годы, это и рейл-болтика. Сколько будет стоить строительство рейл-болтика, мы понимаем, что там и делались, и сметоделось уже несколько лет назад, и ситуация меняется. это один фактор. Ну, и второй, из-за ковида, тоже там много об этом говорилось в предыдущих годах, Латвия тоже приезжает и с Украины работать, через Польшу строительство, на сфере, то есть был какой-то механизм, как предприниматели могли находить больше работников, если им это было необходимо. Ну, сейчас из-за такой кризиса такой какой-то возможность решать недостатка рабочих с помощью краткосрочной миграции тоже ограничен. Так что, я думаю, это более вопрос не настолько сплошного перегрева, но сколько будет стоить и как мы будем реализировать все те инвестиционные проекты, которые сейчас будут приходить в Латвию и в том числе из европейских фондов. Да, может быть, такой последний вопрос. Видимо, эта дискуссия будет особенно горячей с учетом того, что следующий год предвыборный при составлении бюджета на следующий год все-таки идти правительству следовало бы больше и сейму по пути повышения минимальной заработной платы или все-таки не облагаемого минимума? Ну, вот, вчера прозвучало, что не облагаемый минимум может быть 400 евро. Мы знаем, что политики там многие говорят о том, что надо повышать минимальную заработную плату, глядя на то, что делала Литва и Эстония, там у них уже 600 евро больше. Вот, как вы бы это оценили? Я думаю, что, ну, конечно, не облагаемый минимум это, наверное, более хороший подход в этом моменте. Если мы смотрим на минимальную зарплату, то таких больших аргументов против я не вижу, но за исключение того, что все еще из-за вот этого кризиса дать такую очень хорошую оценку, что происходит на рынке труда очень сложно, так как там данные мешают все эти пособия простоя, то есть влияет на занятность, потом это влияет на среднюю зарплату, так как люди, которые получают зарплаты пониже, многие ушли в простой, это как бы повышает среднюю зарплату. То есть в то же время мы видим, что дефицит работников понимается, работников опять же находить сложно. То есть такую хорошую картинку нарисовать, что происходит на рынке труда довольно сложно, там еще очень много неясностей, конечно, в этот момент можешь повышать минимальную зарплату, когда мы не совсем уверены, что и как происходит и как выходит вылезть рынок труда после кризиса может не очень-очень ну, не скажем разумно, но это с каким-то риском наверное идет и тут я думаю, да, если мы смотрим на следующий год, то, конечно, увеличение необыкновенного минимума, это более, скажем, такой хороший путь. Ну что ж, на этом, может быть, остановимся сегодня. Большое спасибо. Марат Ничабулич был на прямой связи посредством Зума, экономист банка Цитаделла. Большое спасибо. Спасибо. Всего хорошего.